Доброго времени суток, уважаемые коллеги! С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию технический анализ по валютным парам, которые могут представлять интерес с точки зрения перспективности. Сегодня 12 февраля 2020 года, среда, и сегодня хотелось бы обратить ваше внимание на три торговых инструмента, по которым в ближайшее время возможна смена тенденции. Это евро-доллар, по которому ожидаю разворот вверх, пара с канадским долларом против доллара США, который, вероятно, переходит к снижению, и золото, в котором также, вероятно, развитие нисходящего движения. Так, поехали! Евро-доллар почти дошел до ранее обозначенной цели на отметке 1.0888, но остановился немного выше уровня на отметке 1.0891, после чего начал консолидироваться. Это дает некоторые предпосылки к тому, чтобы начать готовиться к развороту и началу роста пары. При этом ключевой уровень поддержки сейчас находится также на уровне 1.0888. Не исключен добой цены до этого уровня, и в случае неудачного теста с последующим отбоем от него, возможно, покупатели смогут развить восходящий импульс к ближайшим уровням сопротивления на 1.0989 с конечной целевой зоной в районе 1.1025. Окончательная отмена сценария на восходящее движение произойдет в случае прохода ценой уровня 1.0871 и закрепления ниже него, что подтвердит намерение пары к дальнейшему снижению. Ну а канадский доллар, по всей видимости, продвигается в рамках нашего прогноза, и сейчас разворот котировок оформляется в перспективное движение. Пара ранее дошла до уровня 1.3320 и после неоднократных попыток его преодолеть не смогла этого сделать и начала снижаться. Таким образом, уровень 1.3320 стал сильным сопротивлением, который может развернуть восходящее движение по паре. Следующим важным уровнем, который окончательно определит дальнейшие перспективы в динамике, это уровень 1.3260, который также является нижней границей ранее образованного диапазона. Выход из него вниз подтвердит снижение пары, с ближайшей целью которой выступает уровень 1.3214 с возможным проходом до 1.3191. Отмена сценария на снижение состоится в случае роста и закрепления цены выше разворотного уровня на отметке 1.3348. Ну и вот золото, по всей видимости, заканчивает коррекционный рост после выхода из ранее образованного восходящего канала. Цена достигла отметки 1.576, где встретилось сопротивление и начала разворачиваться вниз. Сохраняется еще некоторая доля вероятности, что цена может продолжить коррекционный рост вплоть до границ канала, зона которого лежит намного выше разворотного уровня 1.576, однако текущий расклад на графике больше говорит о возможном назревающем движении вниз. Определяющим моментом здесь выступает зона между основным текущим сопротивлением на 1.568 и разворотным уровнем 1.576, сохранение цены в рамках которого оставляет этот сценарий актуальным. При удержании пары ниже уровня 1.568, вероятность движения цены до ближайшего уровня поддержки в районе отметки 1.536 крайне высока. На сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании TECMIL. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результаты, поэтому соблюдайте риски. Всем удачной и профитной недели. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok